Друзья, случилось чудо! Наконец-то, в конце июня 2016 года, по-моему, 29 числа, Яндекс разжился отдельным сервисом, который, естественно, интегрирован в Яндекс.Директ и Яндекс.Метрику, который позволяет брать списки вашей аудитории, которые вы можете, ну, у вас хранится, например, на компьютере, либо у вас есть какая-то покупная база, и агрегировать этих людей, и таргетировать на них рекламу, например, Яндекс.Директа. Естественно, этим сервисом уже давно обзавелся Google AdWords с помощью списка ремаркетинга, в котором есть, например, посетители сайта, которые и сейчас уже есть в Яндекс.Метрике, которые вы можете подключить прямо сейчас и использовать сегменты, список адресов электронных почт. Также в прошлом году, в 2015 году, у нас обновился таргет My.Com, и в нем тоже появился список e-mail, список телефонных номеров, и спустя полгода обновлений Google AdWords и таргет My.Com наконец-то появился похожий сервис в Яндекс.Директе. Слава богу. Ну и тем самым, в принципе, большая тройка наконец-таки научилась агрегировать ретаргетинг для того, чтобы мы брали свой список и таргетировались именно по своим людям и запускали рекламную кампанию в Google AdWords, в Одноклассников в моем мире, в Яндексе, ну и, конечно же, ВКонтакте у нас такой список есть, и в Фейсбуке. Давайте прочитаем сразу же описание, которое есть в Яндексе о сервисе. Яндекс.Аудитории помогут собрать сегменты для таргетинга вашей рекламы на основе списка контактов постоянных клиентов. Ну, собственно, мы об этом и говорим. Сразу скажу, что такое сегменты. Сегменты уже вам должны быть знакомы по Яндекс.Метрике, которую мы, в принципе, обсуждали еще где-то полгода назад. В Яндекс.Метрике 2.0 появились сегменты, да, около полугода назад. Сегменты в прошлом – это были специальные настройки фильтров, ну или определенная сегментация наших отчетов, которые мы могли сохранять и одновременно транслировать все эти настройки и собранную базу, например, за 7, за 30 дней, за 60, за 90 дней в ретаргетинг Яндекс.Директа. Теперь же сегментация – это также дополнительный список пользователей, которые вы можете загрузить в Яндекс.Аудитории. Собственно, мы можем туда загрузить телефоны. Это очень хорошо, это замечательно, потому что часть аудитории, действительно, у нас очень многие люди вносят в Яндекс свои телефоны. Адреса электронной почты. Естественно, подавляющее большинство электронных адресов – это Mail.ru, но на втором месте у нас всегда шли Яндексовские мейлы, и с ними всегда была проблема, потому что их нельзя было никуда загрузить. Наконец-то теперь можно. И ID устройств клиентов, но это, наверное, интересно по минимуму нам сейчас. Также мне очень понравилось, что они добавили гибкий конструктор условий, собственно, как в Target.My.com, да и в Google AdWords, в котором можно накладывать одну аудиторию на другую. Например, не показывать рекламу тем людям, которые у нас уже зарегистрировались, либо которые у нас оставляли номера телефонов. Мы этот список можем импортировать и вставлять, например, в рекламную кампанию. Это очень хорошо, это будет экономить нам деньги. Также очень классную вещь, которую они добавили и взяли ее, естественно, из Google AdWords, это сегмент похожих пользователей. В Google AdWords это называется аудитория похожих на посетителей нашего сайта здесь, либо похожих на что-то, на ту аудиторию, которую вы загрузите, например. Здесь она называется сегмент похожих пользователей. Ну, то же самое. Ну, естественно, у нас будет возможность поизучать аудиторию, это очень хорошо, будет определенная статистика. Я предполагаю, поначалу она будет минимальная, полувозрастная, регионы и типы устройств. Ну, все опять так же, как и в Target My.com, например. И, естественно, у нас будет возможность таргетинга, о чем мы уже говорили. Ну, что ж, давайте перейдем уже в сам Яндекс. Я зашел в другой логин, где я уже попробовал немножко посоздавать сегменты. Что ж, вещь действительно очень удобная. Она сейчас находится в бета-тестировании, это значит, что интерфейс будет полностью меняться. Ну, как обычно бывает и с Яндекс.Директом, и с Google AdWords, все со временем приходит. Что ж, самая приятная кнопка, которая здесь есть, это создать сегмент, и можно начать именно с нее. Новый сегмент, который вы можете создать, это адреса электронной почты, то, о чем мы уже говорили, телефонные номера и идентификатор мобильных устройств. Я уже загружал адреса электронных почт, я, наверное, их еще раз загружу. Есть некоторые ограничения, конечно же, которые налагаются на эти адреса, но тем не менее. Все вы можете взять и обойти эти ограничения, как вы понимаете сами. У нас есть название, которое мы можем вписать 1.1.1. Начнем, конечно, с адресов электронной почты, потому что самое интересное нововведение. И мы можем выбрать файл. У меня завалялся список определенных пользователей, я могу загрузить, собственно, как и базу своих подписчиков, могу загрузить список электронных адресов, которые у меня, например, за последний месяц или два оставляли заявки. Но я могу сделать интереснее. Я могу взять чужую базу и, например, рекламироваться по ней. Кто-то говорит, что это не актуально на данный момент, но сами понимаете, что если есть возможность, почему бы не порекламироваться по довольно актуальной базе, которая есть, я сейчас попробую ее и загрузить. Ограничение на вид файлов у нас идет, это первое. Ограничение желательно в файл в формате txt, но это элементарно, сейчас у меня он есть уже, и не менее 1000 записей в текстном формате. То есть, если у вас меньше 1000 адресов электронной почты, то либо придется что-то подколхозить, что-то дополнительно добавить, либо просто найти другую базу. У меня есть интересный файл, я попробую его загрузить, он старый. Создаю сегмент, и у меня идет обработка моих данных. Ну, я, например, уже пробовал тестово загружать 18000 адресов, он нормально их проглатывает, как вы видите. Очень мне нравится, и уже, если посмотреть, уже 34 тысячи сегментов было создано, хотя сервису, в принципе, только 7 дней, и это довольно много. То есть, люди начали активно им пользоваться. Что мы можем сделать с сегментами? Давайте посмотрим. После того, как мы их загрузим. Естественно, мы можем загрузить, повторюсь, телефоны и e-mail. Какие будут подцепленные почты? Скорее всего, Яндекс.Почта. Особенно в бете, я уверен, что другие почты не будут никак подцепленные, потому что на них может висеть директ, какие-то сервисы и прочее. То есть, часть людей, скорее всего, именно по этому признаку будут сегментироваться. Возможно, конечно, и другие почты, которые хранятся в кэше браузера, например. Итак, что мы можем сделать с той базой, которую мы загрузили? Во-первых, мы можем загрузить сегмент похожих пользователей. Для этого мы нажимаем эту кнопочку, выбираем сегмент, исходный сегмент, пишем название для этого сегмента, я оставлю его по умолчанию, и видим, что есть точность и охват. Что оно из себя должно представлять? По-хорошему, чем больше точность, тем меньше пользователей будет собрано в похожие сегменты. Что значит похожий сегмент? Это значит люди, которые похожи на тех людей, которые у нас есть в том сегменте, который мы загрузили. Это очень хорошо будет, например, для RSI работать, я уверен, и люди, скорее всего, будут где-то на 50-30% точно ставить выше точность. Ну, я попробую на серединку сначала, создам такой же сегмент, пусть он обрабатывается, я предполагаю, что нужно какое-то определенное время. Я рекомендую создавать сегменты и начинать вообще создавать сегменты похожих пользователей с максимальной точностью, а потом уже можно создавать просто несколько сегментов и смотреть, как они будут работать. Пока, естественно, нет ни у кого наработок по сегментам. Также можно каждый сегмент дать в пользование какому-то другому логину. Например, если у вас на другом логине Яндекса лежит Яндекс.Метрика, вы можете просто передать или тот же самый директ на другом аккаунте. И также еще можно переименовать и удалить. Но здесь все благо понятно и просто. Ну и самое-самое приятное обновление, которое мы можем увидеть, это при создании рекламной кампании или изменении рекламной кампании ретаргетинга, который у вас есть. В создании группы объявлений кнопка, ну или... Кнопка перестала называться условия условия ретаргетинга, и она теперь стала называться условия подбора аудитории. Громко будет называться, но, в принципе, смысл ретаргетинга остается тот же самый. Да, у нас создается новое условие, мы выбираем им название, мы добавляем какой-то список условий, которые у нас есть. Либо это цель метрики, то есть те цели, которые у нас прописаны, например, у меня есть 18 целей, ретаргетинговых. Мы можем сделать по ним ретаргетинг, мы можем сделать по сегментам метрики, которые я вам показывал, например, на МКонтекст, вот они, ну и также на другие сайты, которые подцеплены. И также появился сегмент аудитории. Вот он, тест, который я создавал, который как раз готов. Мы его можем добавить, и также можем добавить какие-то определенные еще позиции. Также мы можем убрать, и наоборот, убирать тех людей, которые у нас стоят в сегменте аудитории. Но для этого просто нужно добавить, что человек был на сайте МКонтекст, посетил сайт, но при этом не состоит в том сегменте аудитории. Ну и также еще может не состоять, например, в тех людях, которые у меня оставляли заявку. Тем самым я могу, например, убрать тех людей, которые подписывались, либо, например, подписывались ко мне на видеоуроки и оставляли, ну, были у меня целью моей метрики в течение 90 дней, и показывать рекламу другим пользователям. Либо наоборот, я могу убрать все эти настройки и показывать рекламу только тем людям, которые у меня попадают в мой сегмент аудитории, то есть список тех e-mail или телефонов, которые мы загрузили в Яндекс.Аудиторию. Я считаю, это действительно прорыв для Яндекса. Спасибо Яндексу за это. Я очень долго ждал, когда они это сделают. И теперь реклама, я надеюсь, у нас подешевеет довольно в разы. Конечно, в конце хочу добавить несколько своих фи, которые, скорее всего, в скором времени уберут. То, что ретаргетинг, конечно же, работает только на РСЯ, хотя в Google AdWords ретаргетинг работает и на поиске. Вот как только у нас появится возможность и на поиске делать ретаргетинг в Яндексе, тогда у нас будет, конечно, определенный успех, тогда у нас действительно будет все замечательно. Пока ретаргетинг на поиске в Яндексе нет, к сожалению, она работает на 80, наверное, процентов. Это новая тема с Яндекс.Аудиториями. В принципе, как и весь ретаргетинг. Что ж, друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Обязательно создавайте свои аудитории, тестируйте их, создавайте рекламные кампании ретаргетинга, либо переделывайте их и добавляйте новые условия подбора аудитории. На этом все. Пока-пока. Удачи!